Ситуация не просто настораживает. У нас Беларусь самая лучшая страна. У нас тут все. И природа, и люди творческие, политики. У нас тут все. Естественно. Я вот в Украине была. Приехала девушка, первый день. Она с пакетами днем выходит, к ней нож подставляет, степочку срывает, даже не убегает, просто уходит. И все. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? У нас такого нет. У нас мир, у нас порядок. Ой, меня, короче, ограбили недавно. В центре города. Пешеходный, подземный переход на универмаге. Я же практически поднялась на остановку, чтобы на аэродром приехать. Забрали мою сумку от ноутбука и ушли. Ну все люди стоят, никто не помогает, но там уже мало было людей. Может бабушки, там девушки. Думают, нафига нам это все надо? Еще тоже дадут по лицу. У нас мир, у нас порядок, у нас чистота на улицах. У нас все. Я Александра Григорьевича Лукашенко, нашего президента, обожаю. Естественно. Ну Лукашенко решает. Ну пока такие зарплаты, но это пока. Нельзя все сразу. У нас же камеры везде, он потратился, чтобы все было видно. В Украине такого нет. Он все для нас делает. Ну не может он все сразу. И зарплаты вам, и порядок. Ну не может он все сразу. Постепенно. Подождите. У нас же милиция бесплатная. Правда? Не может быть? Может. Беспредел ментовской есть немножко. Милиционеры, ППСники, малолетки. Я сама на Питтсбург вызвала эту милицию. Потому что мне не давали жалобную книгу по закону. Вместо того, чтобы мне помочь, девушка, идите сюда, хватает за руки. У меня сейчас коленка больная. Я не могу из-за этого не спортом сейчас заниматься, я спортом занимаюсь. Много чего не могу сейчас делать. Хожу к Ульгаю. Государственные все предоставляют. Они же в основном приезжают из деревень. Либо на завод надо идти работать, а там трудиться надо. Или лучше пойти в ППС, уляс по улице, как они думают. Где вы просуете колени секретно? Уволили с работы меня. Два дня, три уже не работаю. А украли же документы. Не могу сейчас никуда устроиться. Вот это поворот.